Друзья, всем привет! С вами Никита Дилей и мы продолжаем с вами играть карьеру на карте Регион 18. И значится для того, чтобы не делать еще одну серию точно такую же, как прошлую, я немного поиграл за кадром. И, собственно, что я сделал? Я продал то, что у меня было на тот момент на БГА. У нас еще во втором ферментаторе самую малость осталось, потому что забился дегистат полностью. И, в общем-то, я получил за это дело 66222 евро. На данный момент у нас здесь все переработалось, то, что было. 140 тысяч силоса есть во втором ферментаторе. И 26 тысяч литров у нас еще в первом осталось. Так что это дело мы обязательно сегодня еще продадим. Плюс, друзья мои, я опять-таки постриг траву на 14 поле и заволковал ее, но не вывозил. Следовательно, у нас травочка еще раз выросла, и мы ее сегодня пострижем и вывезем всю. Правда, есть у меня еще одна мысль, поэтому делать мы это будем не в первую очередь. Ну и также 11 поле наше, я его полностью убрал и засеял на этот раз уже ячменем, а не пшеницей, как у нас это было в прошлой серии. И с этого поля у нас получилось 591 тысяча литров пшеницы, а также почти полтора миллиона литров соломы. Также ввиду того, что наша техника отработала уже по 15-13 часов, у них закончилось топливо, и я добавил, точнее не добавил, а купил вот такой вот пополнитель топлива и, соответственно, заправил его полностью топливом. И теперь у нас, когда оно заканчивается в тракторе, а все маршруты у нас проезжают вот здесь вот обязательно на базу, они, собственно, заправляются здесь, если у них меньше 20% в баке залито. На это, в принципе, был расчет, когда я рисовал маршрут, я всегда так делаю. По финансам мы видим, что эта хреновина обошлась нам в 9100 евро, и еще 4125 евро мы потратили на то, чтобы заправить эту хреновину. Она, если мне память не изменяет, 4500 литров в себя вмещает. Также самые большие расходы у нас идут на семена и удобрения по 13-16 тысяч соответственно. Обслуживание техники в день у нас жрет на данный момент 2613 евро, и эта цифра будет только увеличиваться, если мы не будем ее обновлять. Амортизация недвижимости 81 евро, это наши керхеры и пополнялки удобрений, семян и так далее. Ну и самая большая статья, это процент по кредиту, 10 тысяч у нас просто в никуда уходит, поэтому в первую очередь нужно возвращать кредит. Субтитры сделал DimaTorzok Планов у меня сегодня уйма, кроме того, что обычная стандартная работа на полях, в первую очередь надо продать солому, которая у нас накопилась, хотя бы половину ее, потому что ячмень также дает солому, и опять-таки ее будет просто некуда девать, поэтому давайте начнем пока что именно с этого. Для этого возьмем нашего малыша, вот этого трактора Same Fortis, который самый немощный из всех, которые у нас есть, и цепляем к нему фуражный прицеп, соответственно запишем маршрут на продажу соломы. Маршрут мы будем начинать вот с этой точки, вот нам доступна загрузка соломы, можно даже чуть-чуть дальше подъехать, соответственно начинаем запись маршрута. Он, конечно, получится немного длинным, потому что скупка соломы у нас в правом верхнем углу карты, туда далеко ехать. И поехали! И заканчиваем наш маршрут. Собственно, я не знаю, насколько это дело будет ускорено, и поэтому не знаю, заметили ли вы, но когда мы обгоняли трафик, я нажимал на кнопочку паузы, он от точки до точки все равно сможет доехать по прямой там, но бесил меня трафик на самом деле, надо его отключить, наверное. Хотя пока с ним особых косяков нету, хай ездит. Ну и в конце мы специально проехали около заправки, там, которая находится около биогаза, то есть, соответственно, маршрут длинный, топливо будет тратиться, за 5 минут он все не продаст, соответственно, заправляться ему там придется, хоть и за деньги, но в любом случае там, что первое, выпадет. И мы нашей заправки, я тоже проехал. Ну и за один прицеп соломы мы получили порядка 2000 евро. То есть, вообще, солома у нас сейчас торгуется по 93 евро за 1000 литров, то есть, за 1 миллион по данной цене мы получим 93 тысячи евро. Это, в принципе, уже неплохо, и это будет хоть какой-то плюс. В общем-то, мы запускаем его работать, ставим ему, чтобы он забирал солому. И пока что неограниченное количество рейсов. Единственное, что этот маршрут стоит сохранить под названием «База Солома Прот». Я решил это сделать. И все. Закрываем это окно, и он будет без нашего участия, это все дело, ездить и продавать. Мы его отпускаем, и в путь ему дорога. Далее нам надо убрать вот это замечательное наше поле под номером 11, которое полностью засеяно ячменем. Когда я убирал пшеницу, я понял, что все-таки маловато нам одного прицепа на 15 тысяч, поэтому нам нужно купить второй прицеп. На данный момент я думаю взять вот этот ТКД-302, который стоит 27 тысяч евро и вмещает в себя 21 тысячу литров. Но так как на балансе у нас 521 тысяча всего, мы ничего сделать не сможем. Итого, друзья, мы продали весь силос, который у нас был, и заработали на этом почти 60 тысяч евро. И плюс у нас катается трактор, который возит солому, уже 14 тысяч он нам привез. Этих денег хватит, чтобы купить прицеп, но для начала мы поставим вот этих вот двух ребят убирать в поле, а потом уже к ним добавим второй трактор с прицепом. Начинаем мы, как обычно, с комбайна. Генерируем ему маршрут на 20 разворотов по 11 полю, вот именно с этой точки. Выставляем комбайн на стартовую точку и запускаем со стартовой точки. Он, конечно, чуть-чуть проедет вперед, но эти два грамма реально роли не сыграют. Тем временем этот трактор майн. Мы загружаем маршрут в поле 11 в базу, ставим ему работу с комбайнами, выставляем ему комбайн вручную, который у нас есть, и запускаем, да можно даже со следующей ближайшей точки. Он прямо отсюда начнет работу. Топливо у него тем самым закончилось, пока я продавал всю эту дребедень, но он сам заправится, как только проедет мимо заправки, все у него будет хорошо. А мы тем временем лезем в магазин за прицепом-самосвалом, который я тогда выбрал за 27 тысяч. Мы его поставим белого цвета и поставим ему широкие шины. Я не знаю, я просто очень люблю широкие шины, у меня прям фетиш на них. Это я, конечно, шучу. В общем-то, покупаем его в любом случае. Берем третий наш трактор, вот этот замечательный фент, и едем в магазин за прицепом. С этим трактором у нас происходит абсолютно та же история. Мы загружаем ему маршрут в поле 11 база, также ставим ему работу с комбайнами, выбираем ему комбайн, который у нас есть, и запускаем. Он его ищет для работы, и, соответственно, будут они работать вдвоем по очереди. Ну что ж, друзья, у нас потиху подходит к концу уборка. В принципе, не так много тут осталось. Тем самым в бункере для соломы у нас осталось 700 тысяч, а если мне память не изменяет, миллион триста у нас примерно здесь было. Следовательно, почти что все влезет у нас, что лежит на поле из соломы, и я думаю, что пора уже запускать солому. Правда, он сейчас загружается. Да, у нас только загрузился наш трактор, который повезет солому. Ладно, после этого рейса мы его снимем и поставим убирать солому с поля. А тем самым 63 тысячи, как мы видим, он нафармил нам на продажу соломы, и плюс еще это меньше половины он продал. Но цена на солому, мы видели, немножко подросла. Она теперь уже 108 евро, а я тогда считал по 93. И вот как работает, кстати, у нас наша заправка. Закончилось топливо у нашего Фента. Он подъезжает и, соответственно, заправляется каждый раз, когда у него меньше 20% топлива. Правда, заправка проходит долго. Ну что, друзья, сняли мы трактор с маршрута, который возил и продавал солому, и сейчас, соответственно, поставим его на маршрут, эту самую солому собирать с поля. Для этого выставляем, как обычно, разные полевые работы, копируем маршрут прохода по полю у нашего комбайна, потому что именно так он должен ехать, и добавляем туда поле 11 базы, для того, чтобы он эту самую солому отвозил обратно на базу. И, как обычно, со стартовой точки мы это все дело запускаем, и ждем, пока они все закончат свою работу. Знаете, друзья, что я подумал сейчас? Для того, чтобы ускорить практически в два раза сбор соломы, мы, наверное, купим еще один прицеп для сбора соломы и травы. Фуражный прицеп за 31 тысячу на 21 тысячу 300 литров мы еще один покупаем. Тем самым, вот этот трактор, который у нас сейчас ожидает, пока заполнится второй, мы снимаем с маршрута. Я думаю, они там хорошо вдвоем справятся в уборке поля оставшегося. И, друзья, на этот трактор мы тоже ставим разные полевые работы, и полностью копируем курс от нашего фортиса комбинированного. То есть, смысл в том, что они, конечно, будут полностью повторять друг другу, и он будет пытаться собрать солому, где уже собрано было предыдущим трактором, но поверьте, там настолько маленькие кусочки, что большой роли это не сыграет. И мы запускаем это со следующей ближайшей точки. Ну и что ж, друзья, закончил наш комбайн и трактор уборку поля, а значит, есть у нас свободная минутка, скажем так, для этого трактора, и мы можем им повозить солому, пока два других трактора будут убирать с поля оставшуюся. Соответственно, попробуем мы к этому прицепу, я не помню, цепляется он или нет, прицепить второй, я не помню просто их совместимость, но вроде как они друг к другу цепляются нормально. Да, можем мы составить небольшой автопоезд из этих двух прицепов, и, соответственно, транспортировка и продажа, и маршрут база солома прот. Мы открываем, выбираем мы, что будем возить солому, и бесконечное количество рейсов, точнее неограниченное, мы запускаем с ближайшей точки, он должен вроде как подхватить здесь, какую-то точку. Единственное, конечно, есть вероятность того, что с двумя с этими прицепами он не сможет в каком-либо моменте маневрировать, тогда нам придется задним отцепить, ну, мы посмотрим. А, у нас тут застрял об комбайн, конечно же, мы этот комбайн сейчас уберем, комбайн мы отгоняем на место, я. Значит, все замечательно, он проехал по маршруту без каких-либо косяков, но он не выгрузил первый прицеп, который большой, и это, скажем так, большой косяк, я ему сейчас дам шанс еще раз там проехать, если у него, опять-таки, ничего не получится, то мы задний, соответственно, отцепляем. А знаете, какая у меня идея появилась? У меня появилась идея поставить левую сторону разгрузки для первого прицепа. Ну-ка, попробуем. Нет, он все равно не высыпает передний прицеп, соответственно, сейчас задний мы отцепим, приедем на базу и... И все. Будет ездить с одним, увы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, друзья, у нас, в общем-то, стемнело. Ввиду того, что я поставил возить солому и тут смылся ненадолго. И теперь у нас на балансе 304 тысячи евро. Вообще, с двух полей мы на соломе 306 тысяч заработали. Это, по-моему, очень здорово, что денежки такие появились у нас в кармане, точнее, на банковском счету. Ну и, конечно же, нужно вернуть кредит. 170 тысяч мы возвращаем. И у нас остается чистыми 134, почти 135 тысяч. И мне тут пришла в голову хорошая идея. Купить погрузчик с ковшом и отвал. И заняться силосом. То есть засеять все дело травой. У нас два урожая с маленького 14-го поля принесли нам практически 120 тысяч зеленых. Соответственно, с этого поля, если мы в ямы все это загрузим, по-моему, будет намного больше. Хотя времени на это уйдет вообще капец, сколько просто ужасно. Но мне кажется, для старта вполне себе подойдет такая мысль. Пожалуй, мы этим и займемся. Я это вспашу, засею, наверное, все за кадром. А в следующей серии мы уже приступим к уборке урожая. И посмотрим, как она у нас, что будет работать. На этом, ребята, все. С вами был Никита Дилэй. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Пишите свои комментарии. Всем всего доброго. Пока-пока.